Добро пожаловать на программу праздники Господа В прошлом уроке мы с вами говорили о празднике, который называется Судный день Мы говорили о первосвященничестве Иисуса Мы говорили о том, что в Ветхом Завете было первосвященство, идущее от одного человека, Аарона, брата Моисея Помните, я вам говорила, что среди двенадцати колен Израиля было одно колено, левиты, которые были призваны поклоняться Богу всегда Моисей и Аарон были семьей левитов, они вышли из этого колена Итак, мы понимаем, что было одно колено, которое было призвано всегда подгоняться Господу Это левиты И затем Бог уже в рамках этого колена выделил еще группу людей Левиты отвечали за общее поклонение в храме Но когда Моисей и Аарон управляли людьми, то Господь выделил особую группу людей, которые стали священниками Это был Аарон и его сыновья Мы называем эту компанию священство Ааронова Они фактически приносили жертвы и делали курение перед Господом К ним еще были более жесткие требования, чем ко всем левитам Теперь вы понимаете то слово из Ветхого Завета, где говорится, что Иисус, Он от долгого первосвященства, по чину Моисейдека Иисус не вышел из колена Ааронова, колена левитов Он вышел из колена Иудина, которое было коленом царей По своему рождению он должен был стать царем, но не священником, потому что он выходит из колена царей Ааронова священство служит на земле, а священство уровня Моисейдека – это небесное священство Точно так же, как священство Ааронова окропляет кровью земной ковчег Отец сотворил такого высшего священника, который приносит высший уровень жертвы – кровь на высшем ковчеге в небесах Поэтому у нас возникает этот интересный вопрос Когда Господь Иисус умер и пролил свою кровь, Его кровью был окроплен земной ковчег или небесный, или же оба? Где же был земной ковчег Завета, когда умер Господь Иисус? Он был святом святых в храме Вы можете сказать, что присутствие Божье, Божья слава, не находилось святое святых в храме Во время смерти Иисуса Учителя Библии не уверены, где же находился ковчег Завета на момент смерти Иисуса В 586 году до н.э. Вавилон завоевал Иерусалим И были похищены очень много служебных предметов из храма Тем не менее, есть несколько указаний в Библии о том, что у Иеремии был ковчег Завета, у горы Мория или у других гор в Иерусалиме Райан Уайн, христианский археолог, очень подробно изучал этот вопрос Он искал ковчег Завета в том месте, где, как он верил, был распят Иисус Христос Вы помните, как написано, что когда Иисус умер, то было большое землетрясение, так что земля разделилась? Говорят, что когда кровь Иисуса коснулась земли, она достигла ковчега Завета, в том месте, где он находился у Иеремии Он сообщил о том, что через туннель под землей он видел ковчег Завета, на котором была кровь, но физически не смог до него достать Через эти свидетельства мы видим, что кровь Иисуса достигла земного ковчега Завета, исполнив тем самым правила Но есть еще большая тайна, когда кровь Господа коснулась ковчега Завета на небесах Мы знаем, благодаря свидетельствам современных пророков, например, брата Саду Которые видели, что кровь Иисуса находится на ковчеге Завета на небесах Это согласуется с тем, что написано в послании к евреям Там сказано, что Господь Иисус вошел не в земную скинью, но в скинью небесную со своей собственной кровью Это говорит о том, что есть особая церемония, где Господь Иисус входит в скинью и окропляет своей кровью небесный ковчег Завета Итак, у нас еще один интересный вопрос Если на земле из него изошла вся кровь, то откуда на небесах у него появилась чаша с кровью, которой он окропил небесный ковчег Завета? Есть только одно объяснение, которое я сама понимаю Я думаю, когда он был на земле, висел на кресте и стекал кровью, то ангелы очень бережно взяли капли крови, собрали их чашу И эта чаша ожидала на небесах, когда он придет и принесет жертву Его кровь была чистая, святая, не запятнанная, в то время как наша кровь, кровь от Адама, наполнена грехом Именно поэтому его и святой крови достаточно, чтобы заплатить за грехи всех 12 миллиардов людей, которые жили на земле по настоящий момент Мы воздаем славу и хвалу Ангцу Божьему, который заплатил за нас Сейчас последнее время, какое же значение имеет праздник Судный день? Вы помните, что праздник Трупп означает время, когда Господь придет за своей невестой и начнет судить мир Согласно календарю, через 10 дней это очень близко, когда наступит праздник Судный день Судный день это день спасения до израильского народа Не для каждого человека в отдельности только, но и как для всей нации В Захарии 12.10 есть удивительные слова Там описан момент, когда Израиль будет спасен в большом количестве Я верю, что исполнение пророчества в истории не заканчивается одним событием Я верю, что еще больше исполнения мы увидим в ближайшие годы Есть иудеи, которые любят Его и взывают к Нему, когда умирают Была определенная группа иудеев, которые хотели распять Иисуса, но это не все иудеи Нам следует помнить о том, что все ученики и все авторы Нового Завета были иудеями, которые любят Иисуса Давайте теперь прочитаем этот отрывок из Захарии А на дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления И они возрят на Него, которого пронзили И будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне И скорбить, как скорбят о первенце И хотя этот стих исполнился, когда это произошло Но еще больше его исполнения ожидается в будущем Я верю, что в ближайшие годы жители Иерусалима увидят явление Божье и обратятся к Нему И их сердце захватит покаяние перед Господом, так же, как это произошло в день Пятидесятницы Но я по-прежнему не верю, что это окончательное исполнение этого слова Я верю, что после праздника труп, когда будет восхищенная невеста Мессия Будет крупное масштабное национальное спасение Израиля В Римлянам 11 Павел пишет, что весь Израиль спасется Павел пишет о том, что те, которые отвергли господство Христа Бог все равно по своей верности Аврааму, Исааку и Иакову восстановит их веру Невеста должна молиться о спасении Израиля, используя как основание для молитвы этот стих Господь призывает невесту по всему лицу земли молиться за Израиль, как если бы она молилась за своего ребенка Давайте сейчас помолимся за спасение Израиля И мы с вами будем использовать этот стих в молитве Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты верен Своему Небесному Завету с Израилем Отец, Ты обещал нам, что в последнее время будет спасен весь Израиль Господь, я молюсь о том, чтобы Ты снял пелену с их глаз, и они увидели, что они проткнули того, кто был Твоим Сыном Господь, я молюсь о том, чтобы Ты излил Твою благодать и покаяние на жителей Иерусалима, чтобы они были поражены и скорбели о том, что они сделали и восхищены Удали ожесточение из их сердец, чтобы они смогли понять и признать, что Мессия Иисус их брат И мы молимся, чтобы Ты простер свою руку к ним, спас и избавил их Мы просим этого во имя Иисуса Пусть Господь вас благословит, как вы молитесь за его народ Аминь Субтитры создавал DimaTorzok